Мур, привет друг, это Зверько. Карты, деньги, два ствола. Это все о Беатрис. Беатрис это молодая взбалмошная девчонка, однако она является одним из ученых города Родитио, и вдобавок к изобретательности прибавляется ее меткий глаз и твердая рука. Итак, мастер оружия Беатрис. Сначала Беатрис мне показалась заурядным и однобоким стрелком, однако разработчики копнули чуть глубже, чем я ожидал, и смогли разнообразить геймплей с разными оружиями. Но давай пройдемся по навыкам. Особый навык. Кнопка выбора оружия у Беатрис находится рядом с кнопкой возврата на базу. Нижние два оружия, это те, что у тебя уже выбраны. Сверху два, чем можно их заменить. Ну разберешься. Первый навык, это смена выбранного оружия на второе подготовленное. Пассивно навык дает небольшой бонус к атаке. Скорость смены оружия полсекунды, и на мой взгляд для ML это слишком много. Неудобно во время сражения менять оружие, потому что ты теряешь урон в минуту. Второй навык, это самый банальный прыжок, как дополнительный навык вспышка. Однако он еще и перезаряжает оружие, и у него очень маленькая перезарядка, 6 секунд. А пока мы не добрались до самого сложного, давай представлю спонсора этого видео. Кода Шоп. Официальный дистрибьютор игровой валюты, как в нашей Mobile Legends, так и в нескольких других популярных играх. Цены в Кода Шоп ниже, чем в Google Play или App Store. Для пополнения тебе даже не потребуется регистрация. Оплатить можно с помощью карты Visa или MasterCard, Kiwi или Яндекс деньги. Приобрести можно как алмазы, так и звездного участника. Давай покажу, как это сделать на примере моего ака для стримов. Заходишь по ссылке в описании этого видео, внимательно вводишь свой игровой ID и сервер, выбираешь нужное количество алмазов и оплачиваешь удобным для тебя способом. После чего перезаходишь в игру, и алмазы у тебя уже на счету. Да, все просто, удобно, быстро и дешевле, чем традиционный способ. Для удобства можешь сохранить мои ссылки в закладках. Кстати, ребята организовали группу в ВК, где можно задать свои вопросы, и возможно там будут розыгрыши. А теперь возвращаемся к ролику. Пассивка. У Беатрис есть четыре оружия. Снайперская винтовка, дробовик, парные пистолеты и гранатомет. Однако, одновременно можно носить с собой лишь два оружия, и переключение занимает время. Скорость перезарядки оружия повышается вместе с показателями скорострельности. Кроме этого, на данный момент у Беатрис совершенно нет критов. Они конвертируются в ее физическую атаку. Вдобавок, она наносит на 40% меньше урона по лесным монстрам. Значит, большинство критующих предметов нам не подходит. Да и лес лучше оставить лесникам. Ульта же зависит от выбранного оружия. Пистолеты. Это средняя дистанция стрельбы. Очередь из четырех пуль. Каждая пуля активирует пассивку меча охотника на демонов, а вместе с золотым посохом наносит невероятный урон. Магазины пистолетов рассчитаны на пять очередей. Проблема в том, что у пистолетов очень долгая анимация, и Беатрис подолгу стоит на месте. Плюс пистолетов они не промахиваются, а пули не разбиваются о мобов. Весь урон получает выбранная цель. Ульта. Это подавляющий верный огонь, пронизующий противников насквозь, а это важно. Кстати, навыки Беатрис вампирят как автоатаки, хоть и со штрафами. Пистолеты отлично подойдут против толстых противников, если есть кому их держать на себе. Поскольку отстреливаться и бежать с пистолетами у Беатрис не выходит. Дробовик. На краю автоатаки попадает одна дробь, в середине три дроби, и лишь в упор полноценных пять дробинок попадают во врага. Поскольку это дустволка, то и выстрела в запасе два, потом идет перезарядка. Однако выстрелы происходят практически мгновенно, увернуться сложно и можно практически стрелять на ходу. Все дробинки могут нести эффект охотника на демонов, а золотой посох срабатывает полностью за один выстрел. А вот клинок семи морей с любым оружием срабатывает лишь один раз и по первой цели. Поэтому я считаю, для этих двух столов есть более эффективные предметы, чем клинок семи морей. Ульта. Широкий веерный выстрел, но снаряды поражают лишь первую цель на пути. Да еще есть штраф при поражении одной и той же цели. Дробовик отлично подходит отбиваться от убийц ближников и бойцов ближнего боя. Главное успеть на него переключиться. Также отлично подходит для срочного спушивания вышек, особенно в полной сборке через рык. Снайперская винтовка. Умопомрачительный урон и выстрел с задержкой. Пуля попадает в первую же цель на пути. Дальность выстрела позволяет фармить щиты башни буквально на старте. То есть Лейли нужно прокачивать навык для дальности, а Беатрис первого уровня способна без мобов наносить урон башням. Ширина выстрела что у базовой атаки, что у ульты довольно маленькая. В том плане, если противник ерзает вверх-вниз, то он может увернуться от выстрела. Особенно это касается ульты. Поэтому удобно наносить первый выстрел из кустов, пока тебя не видят и не знают, что ты рядом. Винтовка. Твой выбор, если ты играешь соло и умеешь держать дистанцию с противником. Однако придется стрелять немного на упреждение, если цель бежит и совсем халява расстреливать адетту или горда. Ульта. Это усиленный выстрел на дальнюю дистанцию и приходится ждать область сведения прицеливания. Вот с винтовкой хорошо заходит клинок семи морей. Тут главное попасть в нужную цель. И наконец гранатомет. Это несколько выстрелов по площади, притом довольно далеко. Вдобавок, кроме урона накладывает небольшое замедление. Взрывом гранат мы также можем доставать вражескую башню с безопасного расстояния. Однако помни, ни один ультимейт не наносит урона башням. Как и другие орудия. У гранатомета пассивка предметов накладывается на все пораженные цели. Жрут охотников? Да, пожалуйста. Антихил? Тоже на всех. Высокий массовый урон и антихил – преимущество гранатомета в массовых боях, если они происходят в одной кучке, например у лорда или черепахи. Ульта как автоатака, но покрывает огромное пространство. Выбирать оружие придется из сложившейся боевой ситуации. Какой пик у врагов, у союзников и как лично ты привык играть. Но кое-что я могу подсказать – это ДПМ оружия без предметов. Гранатомет наносит по одной цели 7546 урона за 10 секунд. Снайперская винтовка – 7722 урона. Пистолеты – 8288 урона. И дробовик я разделил на три значения. 6800 на краю области стрельбы, 7300 в середине и 10200 совсем в упор. Что это дает? А ничего, просто подтверждение моих слов о выборе оружия и его целях. Подходим к самому сложному – сборке. У Беатрис их невероятное количество и сложно выбрать оптимальную. Сборки зависят от кучи обстоятельств, поэтому я покажу тебе три, которые рассчитаны на максимализацию урона и полезности стрелка. Сразу об исключениях. Топор кровожадности и криты не работают с Беатрис. Активировать бесконечную битву прыжками и сменой оружия – это шляпа. Она не дает нужного бонуса к урону. А парива много. Удар охотника уступает по урону в минуту трезубцу, который дает скорость атаки и антихил. Если кому интересно, у меня есть видео по сравнению атакующих предметов для автоатакеров. Прикреплю ссылку в комментариях. Чтобы взять что-то на защиту, просто убираешь какой-нибудь предмет из моего билда и берешь крылья королевы или золотой метеор, например. Итак, снайперский билд. Клинок семи морей. С ним главное попасть в нужную цель, а не в крипа. Да, промах не снимает заряд пассивки предмета. Сапоги спешки. В принципе, сапоги можно поменять на любые, какие понравятся, но именно спешки увеличивают твой урон в минуту. Клинок отчаяния. Собственно, это база снайпера. Пара выстрелов и противник труп. Злобный рык. Увеличит урон по башням и броневым противникам. Когти хааса. Абсолютно вариативный предмет, но плюс 70 физической атаки и исцеления позволит оставаться в бою дольше. Трезубец. Он у меня здесь во всех сборках, поскольку считаю антихил обязательным атрибутом для соло игрока. Кроме того, сам по себе это очень сильный предмет. Теперь пистолетная сборка, которая подойдет и для дробовика. Сапоги спешки. Меч охотника на демонов и золотой посох. Костяк урона для пистолетных очередей. Коса коррозии. Будет замедлять противника. А кроме того, благодаря пассивке, этот предмет очень высоко находится по урону в минуту. Трезубец и клинок отчания завершают сборку. Смешанный билд, который весьма хорош и с дробью и с одинарными выстрелами. Клинок отчания. Сапоги спешки. Меч охотника на демонов. Когти хааса. Коса коррозии. Трезубец. Чем же это можно усилить? Конечно, эмблемами стрелка с первым перком, который поднимет атаку от предметов. Вспышку нам с легкостью заменит второй навык, поэтому дополнительным навыком лучше взять очищение. Тактика. Про оружие я все рассказал, тут почти нечего дополнить. Если играешь соло, то нет смысла играть через лес. Если втроем собираете ганг-банду, ну тогда да. Быстрый старт будет в помощь. Смотри свежигает по фарму леса. Итак, бежишь на линию золота и добиваешь миньонов последним выстрелом. Благо, винтовкой так делать проще простого. Кроме того, еще можно так стелить крипов. В отсутствии препятствий подстреливаешь по башне, фармя дополнительное золото. Если собираешься гангануть противника на линии, нужно встать так, чтобы между тобой и целью не было миньонов или крипов. Если на тебя выпрыгнул недобитый противник, его проще подстрелить тем, что у тебя в руках сейчас, нежели переключаться первым навыком. Потому что полсекунды это весьма долго для нашей игры, как я уже говорил. Когда противник тебя преследует бегом, он практически набегает на снайперские пули. Но если враг умеет прыгать, то лучше переключиться на дробовик заранее и дать два выстрела в упор. Пистолеты результативно получится использовать, если союзники рядом с тобой и не подпускают к тебе врага. И с пистолетами выходит самый высокий урон в минуту. Но за это ты расплачиваешься низкой подвижностью. Гранатометом лично я пользуюсь редко, потому что снаряды очень долго летят. И если начинается массовый бой, противник пытается прорваться в первую очередь ко мне, как к персонажу с самым высоким уроном. А отбиться гранатометом от подвижного врага проблемно. На данный момент Беатрис за счет своего урона и дальности стрельбы является одним из самых быстрых пушеров. Поэтому если тебя допустили к вражеской башне, не теряйся и быстро сноси ее. А на этом, собственно, все. Если видео тебе понравилось, подпишись на канал и жми лапкой в колокол. Если хочешь помочь каналу, самое лучшее это поделиться видео в твоих социальных сетях. Удачных боев, друг! Увидимся в новых видео! Субтитры сделал DimaTorzok